МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приватизация муниципального имущества и вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами. В Думе прошло совместное заседание комитетов. Формирование комфортной городской среды. Горожане обсудили благоустройство берега Рекисатис. В ресторане Прайм прошел финал высшего дивизиона зимней боулинг-лиги. Далее расскажем обо всем подробно. С 1 февраля региональный оператор прекратил вывоз отходов из индивидуальных контейнеров у частных домов. Мусор в частном секторе теперь вывозят только из установленных мест накопления. Эта ситуация вызвала большой общественный резонанс. Горожанам приходится транспортировать свои отходы на сотни метров от дома. Пакетики с мусором люди возят на автомобиле. При условии того, что у нас нет пешеходных сетей, люди перемещаются по дорогам, они очищены. Тоже другой вопрос. Все это на автомобилях, то есть каждый день сотни автомобилей возят пакетики. Но автомобили-то еще ладно. Есть у нас еще, скажем так, маломобильная группа граждан, это вот пожилые люди. Они вот мне звонят, ну, в силу того, что у меня округ такой, они даже спрашивают, за что нам такое. Департамент городского хозяйства не может заставить регабиратора вывозить мусор от каждого дома. Специалисты ДГХ могут только пересмотреть место расположения контейнерной площадки. В связи с внесением изменений существующего законодательства, законодатель по становлению правительства Российской Федерации установил только два типа места накопления. Это либо контейнерная площадка, включая бункер, либо это мусороприемные каперы, непосредственно распространенные, ну, установленные, непосредственно находящиеся в муковартирном доме. Законом не предусмотрена возможность накапливать мусор в индивидуальных контейнерах. И региональный оператор не может ввозить мусор от каждого такого контейнера. Департамент городского хозяйства предложил вариант решения проблемы. Поэтому мы предложили депутатам и обратились к главе города с точки зрения рассмотреть целесообразность выхода с законодательной инициативой, чтобы в качестве мест накопления твердокоммунальных отходов предусмотрели не только контейнерные площадки и мусоросборники внутри многоквартирных домов, но и индивидуальные контейнеры. Также депутатов интересовало, когда появятся контейнеры для раздельного сбора на специально установленных для этого площадках. Сейчас жители просто складируют мусор в эти места. По сути, никакого раздельного сбора нет. То есть мы обманываем население, получается, этой реформой. То есть, значит, никаких решений не принято жителями в МКД, что давайте раздельный сбор мусора проводить. То есть никакого инфляционного обеспечения нет. То есть просто свалки на самом видном месте. 1 марта уже заключен контракт. Все площадки будут демонтированы. Область обязала эти площадки поставить там, где есть мусороприемные камеры, для организации раздельного сбора. Они вперед дали деньги. Только потом областное правительство стало регулировать порядок перехода на раздельный сбор мусора. Согласно постановлению, решение о таком переходе должны принять общим собранием собственники каждого дома. Также депутаты собирались вернуться к обсуждению аукциона по содержанию дорог. Ранее мы рассказывали, что его выиграла компания ООО «Магистральстрой», но убирают улицы по-прежнему сотрудники ДЭП. В этом году своими прямыми обязанностями муниципальное предприятие занимается на правах субподрядная организация. Этот вопрос уже обсуждали на заседании комитета, но у депутатов остались вопросы. На новую встречу с народными избранниками нынешний директор Василий Ласточкин не пришел. Не было его предшественника Владимира Попкова. Рассмотрение вопроса перенесли на 28 февраля. Каждый год жители нашего города активно участвуют в программе поддержки местных инициатив. На собрании собственников решают, что необходимо сделать в их дворе, собирают подписи, оформляют необходимый комплект документов. Часто за помощью они обращаются к специалистам Департамента городского хозяйства или к депутату по округу. Чаще всего по программе поддержки местных инициатив горожане хотят в своем дворе отремонтировать тротуары, расширить проезды или сделать новые детские игровые комплексы. А вот жители округа Александр Михайлович Тихонов при его поддержке в прошлом году поставили в своем дворе новое освещение. И теперь вечером здесь комфортно и светло. В этом году жители округа решили обустроить детскую площадку во дворе дома на Шверник 41. Взамен старых мафов они хотят установить новый игровой комплекс с резиновым покрытием. Этот проект один из восьми, которые Саров отправил на рассмотрение. В микрорайоне 14, это улица Радищева, требуется уже насущная проблема, там ремонт тротуаров, которые идут вдоль домов. В районе улиц Гагарина, Пушкина, Чапаева нужно проводить ремонт проездов. Другие проекты – это устройство дорожек и уширение проезда во дворе на Московской 34-1 и 34-2. Ремонт проезда на Шверника 23, дороге в Тизе и пятом микрорайоне. Кроме того, жители предложили сделать спортивный игровой комплекс на участке между школой номер 5 и детским садом 29. Получат эти проекты финансирование или нет, теперь зависит не только от правильно составленной и обоснованной заявки. Население Нижегородской области может как-то свой выбор обозначить и как-то помочь своим программам. Для этого нужно на сайте «Вам решать РФ» зайти на этот сайт, пройти по ссылочке «Голосование программ местных инициатив». Там размещены все наши восемь проектов с фотографиями и можно проголосовать за один из проектов. Голосование дает дополнительные баллы. То есть, если у всех проектов по итогам работы конкурсной комиссии равное количество очков, деньги получит тот проект, который наберет больше голосов. Голосование на сайте «Вам решать.рф» будет проводиться, вернее, уже проводится с 15 февраля по 8 марта. И в конце марта мы узнаем уже окончательное решение. Все работы в рамках программы поддержки местных инициатив должны выполнить до конца этого года. Налогоплательщикам, которые имеют право на предоставление льгот по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогу, в начале года рекомендуют обратиться в налоговую инспекцию. Весной сотрудники ведомства начнут оформление платежных документов за 2019 год. Поэтому, когда произойдет начисление налогов, желательно, чтобы льгота была учтена в полном объеме. Основные категории налогоплательщиков, которые имеют льготу, это являются пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи. Льготы по налогу на имущество физических лиц могут получить пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи на один объект собственности – квартиру, дом или гараж. Что касается земельного налога, то льготники имеют право на налоговый вычет в размере 6 соток на один земельный участок. И транспортный налог. Данные категории указаны в законе о Нижегородской области. Пенсионеры у нас имеют льготу в размере 50%. Льгота представляется на одно транспортное средство. Вот на легковые автомобили. Мощность автомобиля у нас включительно до 150 лошадей. Льготы в размере 100% на автомобиль имеют многодетные семьи, родители, которые воспитывают ребенка-инвалида, и опекуны несовершеннолетних. Те, кто не имеет льгот, может воспользоваться новой услугой – единым налоговым платежом. Единый налоговый платеж является добровольным платежом, и это аналог электронного кошелька, куда налогоплательщик перечисляет денежные средства для уплаты имущественных налогов. После поступления этих денежных средств инспекция распределяет данные денежные средства в счет будущих платежей. Но данный способ, он не отменяет уплату имущественных налогов. Схема уплаты имущественных налогов, она остается прежней. Воспользоваться единым платежом могут те, кто, например, уезжает в отпуск или длительную командировку, чтобы не просрочить срок уплаты налогов. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Бывший председатель Совета ветеранов Иван Градобитов отчитался перед делегатами конференции о проделанной работе за пятилетний период. И обозначил главные проблемы организации на сегодняшний день. Два основных направления, которые активно обсуждали – социально-экономическое положение ветеранов и военно-патриотическое воспитание молодежи. Участники высказали свои предложения и претензии по взаимодействию с администрацией Саровой и Городской думой. Остро стоит вопрос с помещениями для встреч ветеранов и инвалидов почти во всех микрорайонах. Я бы сказала, что это кладовка. Потому что помещение, правда, там состоит из трех отделений, но окно одно, выходит на стену, а остальные без окон. Представляете, вот помещение, собираемся мы пенсионеры, там праздник, там мы собираемся, что-то. И это помещение совершенно непроветриваемое. А инвалидам дали, инвалидам нашего микрорайона, четвертого, и первого вообще кладовки, без окон, без дверей. Переехали. Уже рады были даже и этому. Ну, нас взяли и закрыли его, и не пускают нас. Говорят, платите. Еще одной темой для обсуждения стала программа «Долголетие». Организация досуга для людей старшего возраста, которая позволит им вести активный образ жизни и бесплатно использовать возможности города для самореализации. Она направлена на улучшение здоровья, получение новых знаний и навыков, расширение круга общения, спортивное и культурное развитие. В честь 75-летия для пенсионеров организуются бесплатные туры по местам боевой славы и другие. В прошлом году шесть регионов страны уже осуществили это. В этом году 61 регион. Но я думаю, что Нижний Новгород там будет. Хотелось бы, чтобы они про нас тоже вспомнили. После обсуждения вопросов делегаты конференции переизбрали актив и ревизионную комиссию Саровской городской организации ветеранов-пенсионеров войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов на ближайшие пять лет. Новым председателем Совета ветеранов стал ведущий специалист отдела по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления Арфиацмнеев Александр Леонтьев. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Капитальный ремонт школы номер 10 начался в конце 2018 года. Сдать ее должны были 15 августа 2019-го, чтобы к 1 сентября дети пошли учиться в обновленное здание. Но этим планам не суждено было сбыться. Подрядчик отстал от графика, сначала передвинул срок на сентябрь, затем озвучил новую дату – 30 ноября, потом 9 января. Пришлось очень много применить воздействия со стороны департамента образования, департамента УКСа и администрации для того, чтобы призвать подрядчика именно работать так, как нам нужно. Понимая, что речь идет о безопасности детей, администрация уделяет пристальное внимание контролю за ходом работ. На место постоянно выезжают представители муниципалитета, департамента образования и школы. Есть несколько таких, будем говорить, проблемных вопросов. Это в туалетах мы делаем плитку до конца, не доделали. Это отделка откосов плиткой. Но там буквально осталось 3-4 туалета, которые мы должны доделать. А в остальном это уже идет работа по устранению недостатков. Верхние этажи полностью готовы, стены покрашены, пол покрывает линолеум, подключено электричество. Во многих кабинетах расставлена мебель. Благодаря победе в грантовом конкурсе Министерства образования Нижегородской области и финансовой поддержки администрации Сарова в 10-й школе полностью поменяют все оборудование, начиная от кухонной техники и заканчивая интерактивными досками. В обновленном здании появятся цифровые лаборатории по физике, химии и биологии. Полностью индивидуальная лаборатория будет на каждого учащегося. Они будут работать от индивидуального компьютера. Для этого мы приобретаем в эти же классы специализированный мобильный компьютерный класс. Они уже приобретены. То есть у каждого ребенка своя лаборатория, свое подключение к компьютеру. Естественно, обработка информации будет наглядной. 10-й школа будет первой школой в нашем городе, полностью оборудованной для детей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо пандусов и разметки, во время ремонта в здании установили специальный подъемник до второго этажа для инвалидов-колясочников. Ну и следовательно, если мы до второго этажа поднимаем мобильных граждан, то и предусмотрели все специализированные кабинеты не выше второго этажа. То есть это кабинеты химии, физики, музыки, изотехнологии. Актовый зал тоже расположен на уровне не выше второго этажа. Также в кабинетах появятся 3D-принтеры, станки с числовым программным управлением, верстаки и многое другое. Здание оборудуют системой видеонаблюдения. Озвучивать точную дату, когда школу сдадут, представители администрации опасаются. Но вполне вероятно, что ученики вернутся в родные стены уже в четвертой четверти. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Велодорожки, площадки для отдыха и воркаута, места для пикников. Все это архитекторы-проектировщики включили в предварительный проект благоустройства левого берега набережной реки Сатис. В течение года специалисты проводили опросы и исследования для того, чтобы определить потребности саровчан в тех или иных зонах общественного пространства и возможности их реализации. На встрече жители города смогли ознакомиться с предварительной концепцией и внести предложение по ее изменению. Совершенно необязательно это все в асфальт заделывать. То есть посмотреть, может быть, на кирпичную крошку применить, какую-то более экологически в основную систему покрытий. Природный ландшафт в центре города – это на самом деле благо очень большое. Он редко где остался, и мы его должны беречь как зенецок стараться. Те немногие, кто пришли, активно включились в дискуссию. Почти все высказались против площадок для пикника, тем более на перекрестке дорог и вблизи Дома ученых. Все-таки Дом ученых – это даже не только здание социально значимое, но оно и культурное какое-то несет. И не знаю, будут ли тут орать музыка, вот это вот. Понимаете, тут недалеко ведь. Пикник, Дом ученых, не знаю. Ну, и вход там явно, вот туда не помещается. Также саровчане обсудили разделение велосипедных и пешеходных дорожек во избежание травмоопасных ситуаций и очистку реки. На благоустройство левого берега Сатиса выделили 31 миллион рублей. Работы должны завершить до конца года. Представители Департамента архитектуры и градостроительства пообещали учесть все пожелания и вновь организовать встречу с жителями города. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Всего год назад Валерий Семиков возглавил общество инвалидов. За это время он успел наладить работу в области досуга социальной адаптации и защите прав людей с ограниченными возможностями. Организовать сборы необходимых вещей для инвалидов. Многие люди с ОВЗ редко выходят на улицу, поэтому общество приняло решение провести благотворительную акцию, чтобы разнообразить досуг своих подопечных. Для того, чтобы находиться дома, какие-то занимательные игры, чтобы, ну не знаю, мозаики, пазлы. Во-первых, это развивает и мелкую моторику рук, ну и занятия, какое-то развлечение. На призыв помочь людям с ограниченными возможностями здоровья откликнулись благотворительные фонды «Подари жизнь» с мира по ниточке, волонтеры, предприниматели и неравнодушные граждане. Оказывать такую посильную помощь, к сожалению, не так много, как это хотелось бы нам, потому что у инвалидов много проблем, которые на протяжении вот этого года я столкнулся с этим, что хочется многим помочь, решить какие-то вопросы, но не всегда есть возможность, не только материальная, но и законодательно, то, что возможно, решаем. В нашем городе живут более 4 тысяч инвалидов, большинство из них нуждается в помощи. Если у вас остались ненужные вещи в хорошем состоянии, их можно принести на Бессарабинка-14. Средства по уходу за инвалидами не обязательно, вот какие-то вещи ненужные дома, ну в каком плане ненужные, они может быть ненужны вам, вот костыли, палки, кресла инвалидные. Мы постараемся это все вернуть этому рабочее состояние и отдать нуждающимся, потому что бывает такая ситуация, что не в состоянии люди купить инвалидную коляску. В планах у руководителя развивать материально-техническую базу общества инвалидов и на вырученные деньги оказывать помощь нуждающимся. Также в планах у Валерия Семикова научить людей с ОВЗ пользоваться компьютерами и интернетом. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Получать подарки любят все, и детская библиотека не исключение. Совсем недавно в ее фонд издательство «Детская литература» передало целую серию книг для школьников и архивную фотографию, на которой изображены писатель Борис Полевой и герой его произведения «Повесть о настоящем человеке» летчик Алексей Моресьев. Фотография сделана в 1946 году на фабрике «Детская литература». На ней, в центре этой фотографии запечатлены писатель Борис Полевой и герой его книги, прототип его персонажа Алексей Моресьев. Летчик, который совершил подвиг, который, потеряв обе ноги с протезами, вернулся не только в армию, он вернулся к полетам. В 1943 году продолжил воевать. Фотография заняла почетное место в экспозиции книжной истории войны. Познакомиться с ней могут все посетители Пушкинки. Здесь вы можете познакомиться с биографией самого писателя, с биографией знаменитого летчика, историей его подвига, а также историей написания книги. Также на выставке представлена информация о других летчиках, участниках Великой Отечественной войны, которые, повторяя подвиг Алексея Моресьева, после тяжелейших травм возвращались в строй и совершали настоящие подвиги. Библиотекари расскажут о героях экспозиции. Кроме того, они предлагают организованным группам школьников посмотреть фильм по повести Бориса Полевого. Выставка будет работать до конца февраля. Для лиц старше шести лет. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Впервые за три года в городском проекте «Читаем слух» приняли участие мамы и дочери. Они прочитали стихи Ольги Бергольц. Ленинградская поэма, разговор с соседкой, пусть голосуют дети, посвящение Ленинграду и другие. Их новизна безмерна, тревожа, еще страшила. Но твердил народ, нам Сталинградский тракторный поможет, нам Сталинград коней своих пришлет. Дарья и Наталья прочитали произведение Сталинграду. Готовятся к выступлению. Мама и дочка начали сразу после того, как узнали, что будут принимать участие в проекте. Уже несколько лет Дарья занимается в театральной студии. Но перед выходом на сцену все равно волновалась. Было действительно страшно выйти перед аудиторией и прочитать правильное стихотворение. Паралям, то есть вжиться в роли именно было страшно. Семье Баландинах досталось стихотворение 29 января 1942-го. Оно посвящено памяти друга и мужа Ольги Бергольц Николая Молчанова. Взяв в руки произведение, мама и дочь поняли, что читать его будет сложно. Но Баландины трудности не испугались и смогли донести до слушателей все переживания поэтессы. Достаточно тяжелое, конечно. Чувствуется, что у нее умер муж в стихотворении. Грустное, напряженное. Следующая встреча в рамках проекта «Читаем вслух» пройдет 3 марта. Папа и сыновья прочитают стихи о мамах. Ирина Ушегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Я узнала, как жили дети во время войны. Как зовут героев, которых я еще не знала. В какие игры дети играли во время войны. Такие отзывы после встречи с членом Союза журналистов Надеждой Викторовной Почтарюк оставили третьей классике школы номер 20. В рамках проекта «Дети войны» женщина рассказала школьникам о своем военном детстве. Сначала я не помню. Но я помню детский, потом я уже до 45-го года помню, я ходила в детский садик. Описывая школьникам годы войны, Надежда Викторовна призывала не забывать, какой ценой досталась та победа русскому народу. Это мероприятие, по ее мнению, должно еще раз напомнить подрастающему поколению о тех настоящих героях, на которых нужно равняться современной молодежи. Одно из направлений нашей городской организации – это патриотическое воспитание школьников. Мы третий год совместно с департаментом образования проводим такую работу. Раньше встречи школьников с представителями организации «Дети войны» проходили в лицее номер 3. Теперь проект вышел на новый уровень. Ветераны распределили между собой школы города. И теперь каждый школьник услышит историю из первых уст. Историю нашей страны должен знать каждый, потому что те люди трудились ради нас, чтобы наши жизни были очень хорошими. Сегодня общественная организация «Дети войны» выпустили две книги с биографиями тех, кто, будучи ребенком, выжил в те голодные и холодные времена. Сегодня ветераны готовят третью книгу с воспоминаниями научных руководителей нашего города. Выпустят ее в мае к 75-летию Победы. В этом году военному оркестру Саровской дивизии Росгвардии исполняется 70 лет. За это время много раз менялся состав, но качество исполнения и боевой дух остались прежними. Несмотря на творческий уклон участников коллектива, они так же, как и остальные военные, несут службу. Ходят на занятия по боевой подготовке и сдают нормативы. В согласном программе подготовки и занятия ежедневно оркестр. Это его основная задача и основная функция. Ну, помимо этого, занимаем, соответственно, согласно боевого расчета, место в боевых порядках воинской части. Главная задача – музыкальное обеспечение воинских ритуалов и событий. Также коллектив регулярно выступает на городских праздниках, участвует в конкурсах и фестивалях по всей стране. В прошлом году оркестр записал композицию в рамках проекта «10 песен атомных городов». В позапрошлом выезжал на день флота и день города в Архангельск. Стать участником коллектива могут и представители гражданского населения. Все претенденты проходят тщательный отбор. В своем выборе руководители ориентируются на их пригодность к военной службе и музыкальные данные. В оркестр набираем мы в основном на военную службу по контракту. Но, конечно, определенно и есть с этим затруднения. Поэтому один из вариантов, как люди попадают на службу в оркестр, это приходит еще в допризывном возрасте, с 14 лет набираем воспитанников военного оркестра. То есть это допризывная молодежь, желательно уже с музыкальной школой. Сейчас в составе оркестра 13 музыкантов. Объединяет их одно чувство патриотизма и любовь к прекрасному. Александр Курносов – солист коллектива на протяжении последних семи лет. Еще в детстве о службе знал не понаслышке. Отец был военным, именно он отвел юного сына в музыкальную школу. К 75-летию победы Александр записал авторскую песню «Ну, здравствуй, дед», которую посвятил тем, кто отдал свою жизнь за мирное небо над нашими головами. Повествование о том, что у них был дед, и вот во время Великой Отечественной войны он пропал, то есть без вести пропавший. И они много лет его ищут, отправляют запросы по всем архивам страны, но тем не менее никакого ответа нет. И у нас сейчас век интернета, и вот строчка интернета, случайно набранное имя, рассказывает главному герою, где он находится, дед. В репертуаре оркестра есть и народная музыка, и современные произведения в новой обработке. Но военно-патриотическая песня всегда в приоритете. В Саровской дивизии Росгвардии без нее не обходится ни один праздник. Военный оркестр всегда готов дарить положительные эмоции и поднимать боевой дух солдат и офицеров. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Почтить память выдающегося организатора оборонной и атомной промышленности и возложить цветы к его памятнику пришли сотрудники ядерного центра, представители власти, студенты политехникума и Сарфаты, патриотические отряды города. Борис Глебович Музруков был директором РФЦНЕВ с 1955 по 1974 годы. За это время он внес огромный вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны. Стал первым председателем горспортсовета, почетным гражданином Сарова, дважды героем социалистического труда. Хороший лыжный праздник, это традиция, которую мы очень чтим, это достойная память Борису Глебовичу Музрукову. В этом году мы проводим празднование, в том числе посвященное и 75-летию нашей отрасли. Отрасли, которая создала атомный щит, щит, который позволил нашей стране 75 лет жить в мире. И мы также должны быть благодарны и Борису Глебовичу, который внес достойный вклад в создание первой атомной бомбы. После возложения цветов на обновленной лыжной базе многократный чемпион мира по лыжным гонкам среди любителей Вячеслав Кайдыш вместе с членами комиссии по работе с молодежью профкома Рфятснеев зажег огонь соревнований и дал старт 41-му мемориалу Бориса Глебовича Музрукова. На снежную трассу традиционно вышли сотрудники подразделений института. Жители Сарова, гости из других городов, ветераны спорта. Спортивный праздник собрал в этом году почти 3000 человек. Безусловно, это самое массовое мероприятие года. Это мероприятие входит в календарь РФЦО «Атомспорт». И, конечно же, ему уделяется особое внимание. И у нас приглашены гости различных городов. Сегодня присутствуют здесь город Озерск, город Ладейное поле, Москва, Академики РАН, АКБМ, НИИС, наши коллеги. Город Заречный представлен очень большой компанией. Галина Ладыгин работает ведущим инженером-технологом в производственном объединении «Старт» города Заречный. Уже десятый год подряд женщина приезжает на лыжный марафон и занимает призовые места. В этот раз спортсменка стала лучше на дистанции 5 километров. Дистанция 5 километров у нас спортивная, спуски, подъемы. И хорошо, что в этом году разделили «Старт» по группам. Сначала мужчины ушли, потом женщины, потом дети. У нас обычно случаются завалы на первом же подъеме. В этот раз удалось этого избежать. На финише участников ждал горячий чай и угощение. На мемориал Бориса Глебовича Музрукова любители и профессионалы приезжают не ради медалей. Спортивный праздник – это еще один повод активно использовать для здоровья и провести время в компании своих коллег. Обменяться опытом, а также в очередной раз почтить память выдающегося человека. Азарт соревнований, спортивный дух и положительные эмоции. Пожалуй, все, что нужно для сплочения любого коллектива. Саровская федерация боулинга почти полностью состоит из сотрудников РФАЦ «Мнеев». С 2018 года они регулярно проводят турниры в ресторане «Прайм». Зимняя боулинг-лига не стала исключением. В финале высшего дивизиона встретились 8 игроков. В дивизионе 8 человек, каждый с каждой играет 2 партии. Если обе партии выиграл, победил 2-0, 3 очка в зачет. Если одну выиграл, то проиграл нищая одну очко, но проиграл ноль. Ну и по итогам турнира, кто больше всех очков набрал, тот чемпион. Вот так же в каждом дивизионе. Двое худших из дивизиона вылетают, двое лучших переводится на дивизион выше. Стремление к победе и точность движений соперников придавали динамики во время игры. В перерывах между бросками участники смогли перевести дух на уютных диванах, которые расположены рядом с дорожками, насладиться общением и обменяться опытом. После подведения итогов организаторы наградили лучших игроков дипломами, медалями и призами от спонсоров. Алексей Озев впервые соревновался в высшем дивизионе. Мужчина увлекается боулингом почти два года. Со временем наработал опыт и технику. В этот раз ему удалось занять третье место. Я вначале был пониже в дивизионе, его выиграл, и вот попытался составить конкуренцию в первом дивизионе. В общем, очень сильный состав. Я шел на первом месте, но последние две игры меня подвели. Но я остался в призовых, я этому рад. В ресторане «Прайм» созданы все условия для комфортной игры в боулинг. Восемь дорожек фирмы «Бранцвик» рассчитаны на игроков любого уровня подготовки. От любителей до профессионалов. Каждая из них оснащена системой автоматического подсчета очков и мониторами, на которых сразу можно увидеть результаты. Администрация идет нам навстречу практически 95% вопросов. Всегда находим общий язык. Огромная благодарность клубу «Прайм». Очень удобная площадка. Оптимальная площадка для проведения турниров любой категории сложности. Зал для боулинга в ресторане «Прайм» подходит для проведения любых мероприятий. От детских дней рождений до корпоративных банкетов в спортивном стиле. Здесь можно весело и увлекательно провести время за игрой. В уютной атмосфере насладиться блюдами русской, паназиатской и европейской кухни. Продолжение следует...